всем привет и подписчики канала на youtube и так я уже закончила работу сейчас идут за девочками забирать сад приехала лерка вероники на подружку прямо сегодня тут уже лера лера вероника вероника нет утра звонит мама леры говорит типа твоя в саду я в саду лера уже стилит а вдруг вероника сад пришла как я без нее это я заскучилась ужасно так а сегодня у нас понедельник тяжелый день на работе можно сказать был у нас на работе изменения изменения сказать лучшую не лучшую худшую не худшую бог пойми хочу об этом позже расскажу вам сейчас иду за вероничкой для красоты красиво его шарики висят для красоты жаль ненадолго так красиво смотрится спасибо да рыбак она надо вам купить за вас нахожу куплю вам рыбок вау да вероника и подружки встретились наконец-то соскучились друг без друга так что всем приветствую не принесли здорово время уже 5 часов вечера вадик всем привет так что я привела из садика нужно было быть тренировку или на поле на полежу да она нету муся развалилась пригрелась мышка ушла так ну что практически пять часов час будет третий тур россию другой россия вот это уже валик по простому споришь канал качество очень плохое по-моему в сочи по-моему да я самаре завтра заразались в зале будет вот на улице немножко потеплило за тогда там пару раз будет тепло до 224 нормальная температура считая не жарко не не сильно холодно даже сейчас уже принципе нормально да все ли принципе занимался домашними делами тут стирка ходилка и даже тоже надо будешь мне рождение купать уже некоторые продукты будет завтра мы попали на португалию еще португалия будет посередине вечером посмотрим коварик символом тренировки кстати нормально все тренировки три вероника сейчас с мамой с верой на занятиях у себя потом позже начать кушать потом они заберут маму где-то должна сработали прийти забрать она сама сама быстро работает у нас пришла в тоже часа на 24 пришла и ушли 4 ушла за вероникой так ладно паду переодеваться тоже и смотреть на том тридцать на площади партизан сегодня показывают футбольный матч вместо набережной на одну игру перенесли туда потому что там какой-то на филармонии хоть там праздник лицеистов кто закончил выпускники и перенесли на один день маму же мама наша проезжала уже видела большой 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 экран который будет показывать ну естественно просто стоять болеть смотреть футбол про большой естественно там до большой висит на краеведческом музее так ладно все более сборной россии так ли что это не такое происходит тебе пронести туда палатку зал да ты что но проходите сюда давайте забрали манеру нам потом мама на работе не может взлет футболы и полное разочарование сейчас поставлю мама грамм сделать так сели мы за стол не раз давно ушла так как у нас подыгрались мы с серёжей занимались своими делами посмотрели футбол который не порадовался не абсолютно но с чего принципе следовало ждать чуть посильнее соперник а она она максим у меня каша кукурузная и и овощная котлета с капустой да серёж давайте вероника садись выбирать своего пупсика давай кушать до максима убирать его максима и давай кушать садись скорее или хватит пить давай что-то уже хочешь уже спать захотелось все только что тут барахталась на коврике делала шпагаты нам показывала теперь уже спать хочешь не только не ту сторону закатывается сюда ковриком закатывать все ванну раздеваешься так все мои хорошие хватит смотреть мультики и пойдемте как илья но это свинца просто надоело уже просто как хрюша поросенок детки у нас уже помылись где больно животику бабочек до тренировка на пляже но позвали тренера группе что тренировок не будет потому что на улице но у них холодно а прохладно все же на песке играть у меня сейчас курица это на работе завтра где пока у никого не едем ироника на следующий день тренировка будет у нас серёжа пошел ванну мыться сейчас тоже идти кладу спать и в кровать 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 мыться и тоже спать а у нас опять такой влог получился скомканная потому что блин короче меня все бесит все что хотела сказать у меня вообще какая-то ай блин какая-то просто дикая апатия ко всему меня настолько все последнее время раздражает и настолько все последнее время песен плюс у нас свалилась неожиданная новость которая принципе вообще не не должна была быть по крайней мере пока об этом расскажу немножко позже то есть теперь надо еще эту проблему решить которая которая очень для нас сейчас важна и стоит пока на первом месте да владик барабадик мышка ползет сзади пробирается с мышцы что гуляешь что день по зал туда обратно туда обратно с балкона обратно прихожую прихожая обратно на балкон у вас так тоже кошки иногда делают забирается именно на окно и прям вы выглядят оттуда прям так опасно опасно вообще надо этих кошек вот этих кошек воспитывать начинается особенно муся оборзела в конец просто поэтому не порвала а кусок обои он видите в эти прихожей висит надо 5 перекрыть но сейчас окно хлопнет най бог ветром и плетит она с пятого этажа и кувыркаться а что он у нас хлопает хлопает но как-то недавно было ночь не упала было когда ветер был сильный так владешь что такое происходит на балконе его понять не стоит кошки что да а мышка получается еще вина а мышка там еще вместе с мышкой так короче как обещала скажу вам по поводу работы короче какая-то жопа полная происходит у нас на работе и вообще у меня уже такой честный упадок силы грунт тут еще плюс на проблем на работе за и короче у нас наш проект по которому я работаю сейчас его закрывают полностью все больше это про это не будет я с чем в целом не знаю хочу нахват того что вероника илья теперь мы будем продавать закрыли дверку это там нас бурное осуждение мультика калалик хватит метра смеши и делается сиди за кадром и корчат мне рожицы так все сбили мне смысле теперь забыла короче теперь мы будем продавать программ который я работаю сейчас переноса другая программа вообще смысла этого не понимаю и не вижу потому что в принципе эта программа подается в открытом доступе в сбербанке на сайте сбербанка на сайте сбербанка страхование жизни то есть везде ее можно будет купить только единственное преимущество нашей программы будет только что мы ее может быть в рассрочке то есть ежемесячная пошаговая плата за программу страхования на год это единственный плюс который будет у нас завтра у нас будет обучение по данной программе не знаю я не могу больше потому что настолько это вот нудо настолько это надоедает сообщении работу с людьми в принципе нравится но я не могу унослить то что происходит тамidir с работой по телефону с людьми причем то что по телефону жизнь нет еще то есть программа вам будут рады к телефону а то что в чаще этой программы и напрямую от вас зависит моя премия которая итак мы практически не получаем, потому что и то ли там лишили, там лишили, там лишили, там нету денег, там нету денег, короче, вот какие копейки теперь, то есть у нас уже все рассчитаны на то, что мы вообще ничего получать не будем, то есть многие девчонки, ребята рассчитывают, все уходят, ну кому-то проще, там кто-то уходит на 12-часовый график, пускай там даже не за какие-то большие деньги, но хотя бы оттуда подальше, хватит на своей брожице корчить. Короче, в итоге я вообще такой растерянности, сейчас мне самое главное доработать каким-то чудом до конца июля, потому что 24 июля у нас закрывается садик на две недели, и если я сейчас уйду и устроюсь какое-то другое место, то меня не отпустится, естественно, на две недели, а так хотя бы я могу до конца июля доработать, чтобы от вас что-то спокойной душой сказать «до свидания», но по крайней мере, если пока даже не совсем, то хотя бы на две недели стабильно. И в то же время, короче, мне достаточно что-то менять в своей жизни. Я сегодня с утра проснулась с такой мыслью, с отчетливой, что я не могу так больше жить, мне так очень надоело, так все насточертело, то есть вот эта работа, которая мне не нравится, которая не просит никакого дохода, то есть по факту, ну там 10 тысяч рублей, не деньги абсолютно. Я не понимаю, что мне мешает, самое интересное, вот честно. То есть у меня в голове сейчас парится такая каша, во-первых, проблема, которая у нас сейчас организовалась вообще вот так. Ну, в принципе, она была давно обговаривалась, эта проблема, то есть мы давно как-то думали, 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 а тут она как-то так, пуф, как взрыв сразу, раз, и она появилась. Плюс ко всему, у меня столько мыслей в голове, которые вот хочется снимать, отлучать жизнь, и не только это связано с Ютубом, это также и с другими дополнительными заработками, скажем так, которые я никак не могу решиться, потому что, ну, то есть, может быть, это будет заработка, но не сейчас, лучше не делать, то есть чуть позже, а деньги нужны сейчас, соответственно, поэтому пока это все откладывается, откладывается, откладывается долгий ящик. И я понимаю, что пора это из долгого ящика все доставать, и не спеша идти к той цели, которую все же я хочу сделать. Ну, просто Ютуб, конечно, хочется все же развивать этот канал, потому что, ну, блин, создавали мы его все-таки, сначала было реально как хобби, то есть чисто-чисто там он как-то снимали, когда начинали просто для себя, чисто как хобби, сейчас это я тоже не делаю первым заработком, говорю честно, то есть, как и есть на самом деле, потому что если бы это было чисто заработком, возможно, это было по-другому, хотя... Это было бы хуже? Это было бы лучше. Ну, нет, не то, что лучше, нет, не хуже, лучше, не знаю, что это было, короче, но было бы немножко по-другому и все. Хотя почему бы и нет? Короче, какая-то жопа у меня в голове. Можно сейчас сказать, написать все, что угодно, что я так про ребенка, но я говорю, как оно и есть на самом деле, потому что сейчас я вообще не понимаю, что со мной происходит, что происходит в моей голове. Я четко понимаю, что надо что-то менять в своей жизни, менять очень кардинально. Ну, вот это вот, как сказать, не то, что боязнь, что будет, а, скажем так, наверное, немножко страх перед тем, что все-таки у меня трое детей, то есть, понятное дело, что я не могу все бросить там начать с нуля, там какая-то работа какая-то, такая вот, там, с каким-то непонятным графиком, чтобы я могу там что-то зарабатывать. Чисто даже для себя, для своей семьи, для своих детей, чтобы как-то безвлечься им будущее. Какой-то вот такой вот момент, они есть, и останавливающиеся. С другой стороны, я понимаю прекрасно, что надо все же что-то менять, потому что как живем сейчас мы, я не хочу так жить. То есть, понимаете, какая-то реально деградация, то есть, при том, что ты стараешься развиваться, то есть, там, я сейчас очень много начала читать, что мне реально, то есть, по возможности, я иду, что там, в маршрутке, туда, обратно, на работу, с работы, еду, дома, когда есть возможность, пускай не всегда это книги, чаще что-то бывает на телефоне, потому что, к сожалению, не всегда есть возможность читать книгу. Также занимаюсь там собой, ну, короче, стараюсь работать над собой, работать над личностью, скажем так, и в то же время, вот, допустим, дом, работа, уборка, стирка, глажка, все это ежедневное, я понимала, что это никуда не денется, понятное дело, что это никуда не денется, то есть, сейчас на многие вещи смотрю намного проще уже, и в то же время, надо такой поворот, боже мой, какой-то такой поворот сделать, чтобы все изменить так, как хочу я, и достичь тех результатов, которые хочу именно я. Так, а теперь вот этот балакан, который там устроили, вкладывать спать, потому что, не знаю, слышно на камере, не слышно, как у нас там говорится. Слышно по-любому. Смотри, на это бешеное создание. Муся. Она хочет напасть, она хочет напасть на мышку. А мышка на нее. Эй, ты. Она задумалась, что делать. А вон там вот сидит. Так, все, пошла, я вкладываю спать их. Ну, вон, да.